на улице у нас мороз и солнце день чудесный здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала семёныч на дворе у нас середина января завтра у нас крещение крещенские морозы своего рода давит пока градуса где-то 17 18 зимний стойловый период у нас самом разгаре дай бог кормов хватит в этом году вот перешел на такую заготовку грубых кормов как уже видели кто давно подписан на канал вот они у нас рулончики вот так вот выглядит в прошлом году где-то в феврале месяце я стал счастливым обладателем пресс-подборщика pr 150 м производства унисит маш и также купил грабли на этом же производстве гв6 а ну и как я вам обещал хочу вам показать как я их храню в этом на зимовке в общем гаражи у меня ангары позволяют это дело делать в общем сейчас покажу но прежде чем показать хочу вам также показать фильм я в прошлом году когда приобрел технику ну и соответственно отснял несколько роликов как я заготавливаю грубые корма но после чего позвонили мне с этого завода и предложили поучаствовать в конкурсе видеороликов таких участников было со всей стороны у нас российской федерации 22 видеоролика ну я там как бы тоже поучаствовал и занял даже призовое место ну и как это все было происходило хочу вам показать в этом коротеньком фильме так как приехал я на вручение своего подарка ну и также ко мне руководство предложила не желаете ли вы посмотреть производство где делают пресс-подборщики грабли ворошилки и жатки но я на что конечно же согласился не каждому как говорится не каждый раз такое можно увидеть в общем смотрите сами а пока вы смотрите фильм я пойду до ангара где у меня хранится пресс-подборщик ребята поприветствуем одного из победителей нашего конкурса синакос 2021 кузьмина алексея который занял почетное второе место в нашем конкурсе и мы вручаем ему диплом за второе место и вот такой подарок экшн камера гоупро 9 который может снимать любой контент интересный для своего youtube канала спасибо спасибо большое спасибо большое что думаете о конкурсе и для нашей техники ну когда начинал делать видеоролик об этой технике сроду не мог подумать что меня ждет участие в конкурсе да еще тем более заняло призовое место техника в целом мне понравилось общался много с людьми которых в районе есть такая же техника до этого который выпускать 18 19 годов есть конечно другие здесь как бы привлекло то что и поддержка государственная была возврат вот такое последующее участие большое работников или сотрудников предприятия с нами с потребителями прислушиваются очень хорошо то что до этого тоже самое смотрел очень много отзывов где что как какие были там недоработки недочеты еще что-либо последующие других роликах у других людей потребителей тоже все эти недочеты помаленечку убирались о чем говорит о том что люди заботятся о том что они выпускают поэтому спасибо вам большое продолжать в таком же духе особенно за такую поддержку это не каждое предприятие не как организация на это идет в общем рад очень сильно спасибо вам большое продолжать в таком же духе не останавливайтесь на достигнутом всего самого доброго будем идти дальше мы спасибо вам что приобрели нашу технику спасибо 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 успехов вам ваших день здесь вот у нас заготовки здесь приходят трубы тут все что касается крутых заготовок стоят итальянские пилы у нас и вот такие вот блищики да то есть или как заготовка уже там для дальнейшей обработки на механическом участке это будет звёздочек это будет шутки и завал и то есть но так вот такого такие бумаги если Здесь, соответственно, механический участок начинается, то есть стоят замки, то есть с американского производства. То есть здесь уже изготавливаются либо из заготовок, либо после сварки, то есть уже идет обработка деталей. Это вроде как предохранительная муфта. Это да, на предохранительную муфту идет вот эта ступерка. Здесь накладка фрекционная одна, вторая, ну и... Она мне в этом году раз срабатывала. Ну вот так вот изготавливают. То есть сначала диск выточили, обварили, потом, соответственно, уже на чистовую, после сварки обрабатываются, мы поехали. Здесь идут уже трезерные участки, да, то есть, ну, есть. Это вот уже изготавливаются детали на кроповой механизм такой, как бы, в пресс-подборщике стоит. Вашем такого нету, но в 145-м стоит. То есть два вала, да, то есть они соединяются между собой, ну, такая гибкая муфта, можно сказать. У меня же на подобии такой стоит, где откусают... Кромовой механизм, вот здесь же изготавливают, получается. Вот они изготавливают, вот эти фазики. Можно методом литья изготавливать, а можно и спутка жилета. Методом литья, то есть, бывает, и раковина, и, соответственно, откалывать еще что-то. Но вот это уже надежнее мы делаем, вот это спутка жилета. Это вот такая заготовка, делают вот такой пазик. Это в обматывающем аппарате, да, то есть здесь вставляется язычок, который входит в зацепление. Когда моторчик работает, да, то есть, то вот этот привод начинает вращать, соответственно, ролик, и нитка подается. Либо же подергушка, которая снизу, механический привод, да, то есть там такой же что-то стоит. Ну, он ходил на вагон. Из станков получается 40 инструментов, ну, и, соответственно, по программе, да, то есть, которую технолог написал, поочередно, да, то есть какой-то инструмент и подходит. По сверлу, то есть, по сверлению, вот это тот фазик, да, допустим, вот этот фазик, вот этот фазик. Ну, изначально, вот такая закрепка. Это маска, да? Это сош, ну, охлаждающий люк, есть специальный такой, как бы, раствор, который смазывает и инструмент, да, и охлаждающий люк. Ну, чтобы не так, ну, не смешивая сошка. А вот, кстати, на ваш пресс-подборщик идет вот этот вот троповольник. Ну, вот, соответственно, это одинаковые полумуфты, да, то есть, но будет стык. Другой, но аналогичный. Изготавливается вот на этом же станке. Ну, ну, призор, короче, еще пошел. Все выбрал. Ну, что еще такая дальше, потом пойдет. После того, как обработали валы, да, то есть, делали токанную обработку, то есть, ну, контролеры проверяют места посадочные под подшипники. Это будут вальцы, ну, которые вот барабаны, которые наваривают. Ну, 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 ну. Это вот полы на них как вошел. Ну, то есть, эти места обрабатываются, да, и, да. Работа кипитов. За счет того, что, как бы, вальцы вот делать стали сейчас цельным кругом, да, то есть, как бы, во всю длину, ну, то есть, их стали более долговеченными. Раньше делали с кругами, то есть, все концевики приваривали. Ну, сейчас делаем поясню. Ну, здесь тоже аналогичные детали. Это идет какой-то там, ну, венец звездочки или что-то такое будет. Заглушки, скорее всего, на вене. Нет, это с одной стороны обработали, сейчас вторую сторону все перенасстраивали. Вот так, где есть коробка, есть длинный, соответственно, вот, ты, как, длинный, то есть, не упал, либо лучше. Нет, не faço lawn, поэтому... как раз звездочка, которая у вас стоит вот здесь на приводе звездочка будущая здесь у нас участок лакерной резки приходят листы металла дальше по программе берут, загружают в станок и уже по программе режут боковина пресс-подборщика либо звездочка вырезана тоже наладились остается высечка, но там просто класс отличные могут быть детали сегодня техническая обстановка как вы проводите последняя конец это типа гиба гиба операция обычная гиба делаем на чпушном станке есть обычные, которые советские но более точно но сейчас делаем не все так это просто с делового подкода работают из кистера из кистера по полу полу вот эти вот сейчас детальки будут повторять вот этот вот станок он начал делать лазерное резко металла Танки у нас работают труб немецкого производства. То есть одна софта. Это какие-то регулировочные кольца. То есть такая не сильно ответственная. Ну и резать могут любые детали, соответственно. Все, что раньше фрезеровалось, рубилось. Сейчас как-то здесь и уже готовая деталь будет. Здесь в такой металл лежит разного размера. Это вот на подбирающей механизме колеса лежит. Готовый комплекс, да? Да, 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 да. Знакомый есть. Здесь тоже звездочки нарезает. То есть по чему собираем. И мы, соответственно, по обходке идем. Идем снизу, и вверх, и вверх, и вверх. И вверх, и вверх. И вверх, и вверх. Там, когда пачка будет, где все-таки готовые звездочки. Это вот глинцы, которые мы с вами видели. Вот такие какие-то. Вот такие какие-то. вот эти конические жести они делаются как на оборудовании у нас плохо не становится бывает соответственно они просто круглосуточно делают мы готовы после термички те же самые звездочки вот видите, здесь токарная, зуб врезался вот здесь идет термообработка деталей уже как раз умершенной единицы то есть закаливание зубов установка первую черту закаливание зубов закаливание зубов доходы сколько шуток минута сорок две минута сорок две Зубов Зубов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну и вот у меня уже, допустим, по тому же карданному валу, там еще кое-какие эти, они уже, ну как, с новыми изобретениями, без болячек без этих уже выпускаются. Также, когда мы вот были с вами на заводе на экскурсии, на тот момент они делали ПР-110 и ПР-145, то есть они вот, допустим, партию сделали, далее, как я у них спросил, они приступали к таким вот уже прессам уже, ПР-150М. Ну и все на этом, будем заканчивать наше видео, спасибо всем, кто смотрел, подписывайтесь на канал, дальше будет много нового и интересного, кому интересна эксплуатация этой техники, то же самое, летом на Сенокосе буду показывать обязательно. Ну и также участвуйте, приобретайте технику в Унисипмаше, участвуйте в конкурсах и получайте призы, не только за победу, но и за участие даже. В общем, всем спасибо, всем пока и до новых встреч. Ну как я уже и говорю, не ломайтесь.